Роспотребнадзор Роспотребнадзор сегодня обратился в администрацию города с рекомендациями возобновить учебный процесс. Поэтому с понедельника 23 числа учебный процесс во всех образовательных организациях города, как общего образования, так и дополнительного образования, будет возобновлен. Мы с вами не первый раз работаем в режиме дистанционного обучения. Я надеюсь, эта система, я уверена, что эта система отработана. Если какие-то провелы, они всегда возможны, потому что ребята все индивидуальны, если у кого-то что-то не получалось, мы, конечно, приложим все усилия, чтобы восполнить эти провелы. С точки зрения профилактики это первый раз. А с точки зрения объявления карантина, то есть прерывания учебного процесса, у нас уже такие случаи были. Карантин объявлялся 2 или 3 года назад. Мы на 7 дней, потом еще на 7 дней закрывали школу. А здесь, но тогда объявлялся карантин, вот уже как мера, когда все уже в эпидемии. Задача перед нами все равно стоит, чтобы каждый закончил учебный год и получил тот необходимый объем знаний, который соответствует стандарту и получил свое развитие. Весь учебный график будет выполняться в соответствии каждой школы, в соответствии с приказом директора, который издается в начале сентября месяца. Ну, в конце августа, в начале сентября. То есть, все будет по графику. И каникулы для первоклассников в феврале дополнительные, и каникулы, которые планируются в марте месяце.